Европейская комиссия решила ответить на американские санкции. ЕС введет пошлины на товары из США. Это реакция на рост сборов на сталь и алюминий из европейских стран, который произошел 1 июня. Мы считаем, что решение США наложить дополнительные тарифы на сталь и алюминий из Европейского Союза абсолютно неприемлемым. Такие действия являются незаконными, и мы уже начали их оспаривать во всемирной торговой организации. И мы не перестаем думать о контрмерах. Европейцы планируют установить отпошлину в 25% на американские зерновые, апельсиновый сок, одежду, косметику, виски и другие товары. Пошлины коснутся товаров, годовой оборот по которым не превышает 3 миллиардов долларов. Европейская комиссия рассчитывает, что закончит консультации со всеми странами уже в этом месяце, а в следующем повышенные пошлины вступят в силу. ЕС не намерен на этом останавливаться. До конца года рост пошлин затронет и другие группы товаров с объемом торговли еще на 3,5 миллиарда долларов. США единственная страна в клубе Большой Семерки, которая настолько сильно увлеклась протекционистской политикой. И пока штаты пересматривают условия NAFTA, соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой, Европейский Союз готовится подписать с последней торговое соглашение. Я полностью поддерживаю идеи торговых соглашений. Немецкое коалиционное правительство решило, что ратифицируют такое соглашение между ЕС и Канадой. Сейчас Канада находится в сложном положении, так как NAFTA решили пересмотреть. И Канада сильнее нас страдает от повышенных тарифов на сталь и алюминий. Германии и Канаде нужно выработать единую позицию по этому вопросу. США рискуют испортить отношения со всеми своими соседями. Во вторник Мексика подняла тарифы на американскую свинину и другие сельхозтовары. Между тем, именно в эту страну идет большая часть поставок свинины из США. В то же время, мексиканская таможенная служба отменила пошлины на некоторые свиные деликатесы из других стран, чтобы не допустить роста цен на продовольствие на внутреннем рынке. Федор Барков, Вести.